привет ребята я выпустил видео на своем канале 2 декабря именно после массовых столкновений здесь именно здесь в этом месте так триумфуальная арка носит символический характер для французов для всей франции вот почему именно здесь на елисейских полях все это происходит потому что здесь массово такое скопление госучреждений это богатый район где живут люди состоявшиеся богатые здесь бутики ну и конечно же это такая центральная жила вот в париже потому что если посмотреть google maps посмотрите по скрольте это местечко это как звезда она в принципе называется шар де голе туалет уаль с французского это звезда очень много вопросов люди спрашивают интересуются что происходит расскажи и так далее до 17 ноября я точно не знаю какая дата появилось видео как женщина 1 ну как бы негодует из-за того что повысили цены на топливо это что она будет повышаться и повышаться почему именно желтые жилеты потому что у каждого автомобилиста машине обязан быть это желтый билет просто случае поломки он по правилам должен и его одеть так вот это такой вот связующее звено между всеми городами франции люди 24 нет 17 17 люди начали блокировать дороги не было никаких беспорядков так далее просто они вышли и начали блокировать дороги предыстория если посмотрите если если вы знаете историю франции то ну как бы вы не будете удивлены тому что франция вот бастуют да французы это бастующая нация еще с 1789 года когда была революция французская да когда убрали монархию перешли уже на на новый лад на демократию первого республика мы сейчас 5 республики так вот каждый 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 год во франции есть забастовки да ну это просто постоянно французы французов даже нельзя представить без забастовок им всегда что-то не нравится и я уж не говорю что они плохие государство хорошее нет я не осуждаю никого просто описываю ситуацию так вот 17 числа а до этого была забастовка студентов и тех учиться в лицее в колледжах да то есть они бастовали против повышение цены на образование потому что франция одно из самых дешевых образований принципе можно вообще бесплатно учиться я уже рассказывал своих видео об этом так что смотрите в канале ищите это видео так вот значит 17 числа перекрыли дороги по всей франции перекрывали в париже я вы я выезжал как раз субботу 17 выезжаю на периферий кита окружная вокруг парижа и все я уже вижу что что-то начинается сразу же съехал оттуда против движения и все объехал ну а потом уже смотрел картинки что перекрыли конкретно весь периферик то есть движение было проализовано вокруг парижа ну и во всей франции такая же история требование это убрать этот вот налог на топливо на бензин на дизель связи 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 с чем поднимают цены на бензин дизель так как хотят так какая цель цель государства чтобы как-то снизить загрязнения французских городов особенно парижа и что как-то стимулировать на то чтобы народ переходил на электро автомобиля ну это случится когда-то в будущем но на данный момент это проблемно вообще всякие новшества это всегда проблемно всегда болезненно ну то есть вы сами прекрасно понимаете так вот люди выше начали бастовать все было вроде спокойно здесь проходил тоже митинг и было около 30 тысяч или 50 тысяч наверное 50 было около 50 тысяч человек нашем залезе все прошли помахали флагами покричали и так далее то есть вот так все это дело происходило не было никаких столкновений но через неделю то есть это прошел прошел этот митинг 17 через неделю 24 уже вышло меньше людей иначе из первое столкновение что вы понимали кто выходит вообще бастовать выходят самые обычные люди то есть если вы там думаете что это там арабы все вытворяют или там африканцы что делают нет это это заблуждение выходят французы я знаю лично людей которые приезжали из других городов франции для того чтобы принять участие в этом мероприятии так как ну реально бензин скаканул конкретно если посмотреть сейчас на цены то я видел 98 за 1 и 7 есть такая картинка где написано что бензин такси то есть с налогом 1 и 7 это 98 д такси то есть без налога он стоит 70 копеек то есть понимаете что 1 евро это налоги и этот налог он будет повышаться предусмотрено что бензин будет еще вырастет на 15 20 процентов 2019 году на так вот вот из-за этого французы недовольны и значит вышли обычные люди да как я как я уже говорил как я уже говорил вышли обычные люди вышли пенсионеры вышли всех возрастов и как раз к ним просоединилась вот это вот студенческая студенческая тема 24 ноября столкновение было она была ну не слишком уж такое агрессивная покричали покидали газ с рс по выпускали ну и принципе разошлись но а вот уже 1 декабря уже было посерьезнее потому что сами прекрасно понимаете что когда происходят какие-либо такие массовые мероприятия все находятся провокаторы всегда есть такие люди они везде есть в каждом они везде есть каждой стране в каждом городе в каждой деревне в каждом классе есть всегда люди которые по шуму хотят что-то либо украсть что-то разбить разгромить по подстрекнуть спровоцировать это всегда есть такие же точно есть вообще во франции есть направление которое называется black block это такая вот движение неформальная которая всегда выходит на митинге всегда именно выходит кормить что-то примерно 400 были задержаны затем 140 вроде раненые 20 среди с рс ну и машин было сожжено достаточно много магазины и бутики агентства недвижимости вы уже мое видео видели отвечаю на второй вопрос кто все будет размещать рассказываю во франции обязательное страхование везде повсюду страхование автомобиль это все 98 процентов автомобилей во франции застрахованы они застрахованы это называется значит есть много есть разные типы страховок обязательно это о тех то есть если вы с кем-то столкнулись то страховка покроет как бы того человека у которого были то есть если вы столкнулись то страховка покрывает повреждения того человека с которым вы столкнулись и у А у него наоборот получается И как бы взаимострахование получается Но также есть страховка, которая называется To risk Это в переводе все риски Если вы имеете такую страховку Очень много людей имеет такую страховку Особенно если это новые машины И если это машины, которые стоят не 10 тысяч евро Они имеют эту страховку И полностью страховая компания возмещает убыток То есть полностью страховая Если у вас есть такая страховка То компания страховая возмещает полностью всю стоимость автомобиля Который был сожжен и так далее Это раз Во-вторых, если у вас страховка обычная Вы имеете право подать заявление в трибуналь То, что во время массовых протестов Ваша машина была сожжена Недвижимость Ваш бутик разбили Еще там что-то Также все застраховано Все это дело возмещается Смотрите, триумфальная арка Уже убрали полностью все надписи Если посмотреть, надписи уже нет Потому что 2 декабря она была вся исписана Там были такие надписи, типа Макрон в тюрьму Макрон это президент богатых Мы хотим президента для нищих Ну и так далее В таком ключе Вандалы нанесли ущерб музею, который находится под триумфальной аркой И что я видел в соцсетях Что все французы адекватные Они просто негодуют от этого Так как... И вообще они негодуют от того, что машины палят и так далее Теперь что будет? Ну, 8 декабря, скорее всего, будет еще один выход на улицы Так как правительство не отвечает на требования митингующих Бензин и топливо будет повышать Кстати, ханука, слышали? Так вот, 8 декабря 100% будет еще один выход Что будет, мы не знаем Но я думаю, что будет жарко Полицию стягивают Я слышал информацию, что на 8 готовится перекрывать полностью весь Париж Все улицы То есть полиции будет очень много Посмотрим, что будет Я постараюсь все это заснять Дальше Слышал такую информацию, что во Франции будут водить чрезвычайное положение? Возможно Эту информацию в СМИ я не видел Это так Среди французов входит такая информация Затем Еще раз По поводу французов Ребята, Франция и французы это такая нация, которая постоянно бастует Постоянно добивается своего И в принципе Это такой вот инструмент, на который она давит на власть и продавливает свои интересы И этот инструмент уже работает очень много лет Во Франции С нами сравнивать вообще даже не стоит И это совсем разные люди, совсем разный менталитет У нас люди, они ведут себя по-другому Ну, вы прекрасно все знаете На этом я буду заканчивать Подписывайтесь на мой канал Если у вас есть какие-то вопросы в комментариях, пишите И увидимся с вами 8 декабря на улицах Парижа Пока-пока